Медиагруппа «Авангард» представляет различные соки, пытались представить свое видение того, как можно измерить тот или иной сок, как внешний, так и внутренний, обсуждали различные метрики, говорили об оценке с точки зрения бизнеса, говорили об оценке зрелости. На тот момент еще, когда Арксайт принадлежал компании HP, была своя у HP методика оценки зрелости соков, ну и ежегодно проводилось исследование, и, соответственно, обсуждалось, можно ли применять эту методику для сравнения соков между собой. Но сама по себе тема гораздо глубже, чем часто мы ее рассматриваем. На самом деле, когда мы говорим о соках, мы преимущественно говорим о тех или иных технологических вещах, или процессах, или организационных моментах, заложенных в сок. Это надо, не надо использовать NTA для анализа NetFlow, является EDR или не является частью современного сок, или сок следующего поколения, как об этом говорит Гартнер. Должен ли сок быть завязан на технологии UEBA, и надо ли строить сок на базе CM, или надо использовать нечто аналогичное, там, Data Lake какому-то, в котором будут анализироваться структурированные, самое главное, не структурированные события с точки зрения информационной безопасности. И вот обычно, когда заходит речь об измерениях, сок как раз пытаются измерить с этой точки зрения, с технологической. Но и здесь тоже, к сожалению, не все так положительно, как хотелось бы. Я думаю, вы слышали, что перед сок-форумом, примерно за месяц до начала сок-форума, на сайте был размещен опрос, в котором приглашали анонимно участвовать всех желающих, у кого есть сок, там, свой ли, аутсорсинговый. И несмотря на то, что у нас сегодня на конференции, ну, точнее, за два дня около двух тысяч человек, поучаствовало всего около сорока представителей соков. То есть получается, что на две тысячи у нас только 40 центров мониторинга, и из них только там 80%, как бы, точнее, не только, а из них 80%, себя вообще никак не измеряют, ну, либо эти соки не согласились как бы озвучить те метрики, которые они используют. То есть я тоже допускаю, что отвечая на вопросы, результаты которых будут в следующем номере без журнал, что отвечая на вопросы о том, какие технологии вы используете, какие у вас проблемы и так далее. Многие почему-то не ответили на вопрос, а измеряете ли вы свою эффективность, а если да, то, собственно, какие метрики вы используете. Поэтому, если мы говорим о российской специфике, приходится ориентироваться на тот десяток соков, которые ответили, что да, они себя измеряют и показали метрики, либо ориентироваться на зарубежный опыт, тем более, что за это время тема развивалась не только в России, но и за рубежом, и поэтому накопилась определенная статистика того, как измеряют себя соки в разных странах мира. Сегодня на антипленарке, наверное, кто внимательно слушал, Володя Дрюков сказал, что по его оценкам около одного миллиона компаний в России нуждаются в соках. На самом деле такая, ну очень оптимистичная оценка, в мире всего насчитывается около 300 тысяч соков во во всем мире, то есть ни о каком миллионе, наверное, только в России говорить не приходится. И если брать, наверное, такую более-менее стандартную цифру соотношения России ко всему миру по различным направлениям, в том числе по информационной безопасности, это 1%. То есть реально в России должно быть, ну, порядка 300 соков, и, наверное, эта цифра более-менее реальная. Это и аутсорсинговые, и коммерческие в том числе. Потому что, ну, больше потянуть достаточно сложно, это действительно очень большие затраты. Вот во всем мире и, во первую очередь, в США по проведенным опросам тоже далеко не все себя измеряют. Не потому что сок плохой, не потому что он ничего не делает, только тратит деньги, потому что они появились, как приводила статистику Яна, а потому что, собственно, далеко не всем нужно это измерение. То есть измерение тоже вещь такая, палка о двух концах. Может оказаться так, что измеряя себя, мы выясним, что мы делаем для компании только хуже, или явно не улучшаем те процессы, ради которых были выданы инвестиции или выделены инвестиции на информационную безопасность. Но то, что, наверное, не все признают, даже те, кто говорит, что они ничего не измеряют, наверное, все-таки есть метрика, которая является стандартной для всех, это число инцидентов. Она достаточно легко измерима, она, грубо говоря, генерится в один клик. Любой CM, любая RP-платформа или там SWAR-платформа, в зависимости от того, там, приверженцами какой терминологии мы являемся, мы эту цифру можем получить и самое главное строить ее в динамике, там, понедельно, помесячно, поквартально, по бизнес-юнитам, по совершенно различным срезам, что позволяет нам говорить о том, что да, у нас положительная динамика, у нас число инцидентов изменяется в лучшую сторону. Это еще не говорит о том, что у нас с безопасностью стало лучше, потому что здесь важно еще понимать, какие это инциденты, их тип, приоритеты, привязка, опять же, к тем же самым бизнес-юнитам и так далее. Поэтому второй, самой популярной метрикой после числа инцидентов является временная. Вот время это действительно один из таких факторов, которые при управлении, при реагировании на инциденты являются очень важными, потому что чем позже мы среагировали, тем больше мы потеряли. Тем больше у нас простое, тем больше у нас финансовых потерь, возможно, каких-то иных потерь, репутационных, операционных, неважно. То есть время это действительно очевидная метрика, которую можно попытаться как-то крутить. И если мы посмотрим на временную шкалу инцидента, то можно выделить, наверное, три ключевых метрики, которые, собственно, скрываются за тремя аббревиатурами. Time to detect, то есть время на обнаружение инцидента или там отработку некого алерта, который пришел в сок или пришел на СИЭМ, неважно, куда он приходит. Инцидент не перестает быть инцидентом от того, есть у вас сок, либо нет. Вторая, собственно, метрика time to try, то есть когда мы приоритизируем, начинаем приоритизировать эти инциденты, потому что от этого будет зависеть наши усилия и некие инвестиции временные, там, людские, в том числе финансовые в разруливание проблем с инцидентами. И третья time to contain или time to response, time to react, это по-разному уже у разных игроков называется. Это, собственно, время закрытия инцидента, когда мы можем считать, что все, мы с проблемой поборолись и у нас, может быть, остались какие-то мелочные темы, связанные с закрытием тикета. То есть инцидент все разрулен, а вот тикет еще там в него вносятся последние данные, это тоже может занять определенное время, чтобы подгрузить какие-то артефакты к тикету. То есть в зависимости от распределенности инцидента это занимает время, поэтому time to contain также можно по-разному считать, либо до момента закрытия инцидента, либо до момента закрытия самого тикета в ERP, либо в SAR платформе. Большинство соков достаточно неплохо умеет вычислять временные параметры, но временные параметры с точки зрения количества инцидентов. То есть за такой-то интервал времени мы зафиксировали и среагировали на такое-то количество инцидентов, ну, может быть, с привязкой к их приоритетам. Но гораздо сложнее оперировать временными метриками именно в привязке к time to detect, к time to contain, к time to try. Потому что мы далеко не всегда знаем, а когда инцидент произошел и в какой момент времени это дошло до SOC, либо до CM, либо до какой-то иной системы, которая принимает на вход данные об инциденте. Там цифры могут разниться достаточно сильно. И мы далеко не всегда готовы признавать, что заявляя где-то с высокой трибуны, что время реагирования на инциденты у нас порядка 15 минут. Там вы можете увидеть немалое количество презентаций, где постулируется, что да, за 15 минут мы реагируем на инциденты. В реальности эта цифра далека от действительности. Вот буквально сегодня утром компания CrowdStrike, ну, точнее, у нас утром в Америке, это было вчера вечером, CrowdStrike опубликовало данные о том, что среднее время закрытия инцидента от момента его начала 162 часа. То есть, разумеется, мало кто готов признавать, особенно публично, что они борются с инцидентами 7-8 суток. То есть, да, 15 минут выглядит красиво, но, как правило, это в лучшем случае время детекта. Но вот время реагирования, оно совершенно на другое измеряется сутками, а не минутами и не часами. Это такая обратная сторона измерения временных метрик. Не всегда хочется признавать, что мы не настолько молниеносны, как наши слова об эффективности наших соков. Помимо, собственно, вот этих метрик Time to Detect, Time to Tried, Time to Contain, есть и разные другие промежуточные варианты. Я не буду на них останавливаться. Вы в различных презентациях, в различных материалах, различных аутсорсинговых соков, либо производителей Сиема можете увидеть эти метрики. Кто что умеет измерять, тот кто измеряет. Любой продукт вам предлагает набор встроенных метрик, которые могут быть и достаточно неплохи для данного продукта. Какие могут быть, собственно, примеры тех метрик, которые чаще всего измеряются сегодня. Ну, про Time to Detect я говорил. У нас цель минимизировать эту цифру. Разумеется, до нуля мы никогда не достигнем. Это физически невозможно. То есть теорию относительности можно, конечно, попробовать обойти, но, увы. Поэтому время, когда совершился инцидент и время, когда в Сием попал алерт об этом, оно как минимум будет дискретным. И до нуля мы его никогда не доведем. Вот. Поэтому можно, конечно, пытаться стремиться довести этот параметр до нуля, но это задача бесперспективная, никому не нужно. Здесь важно найти баланс. А какой он? У каждого сока он обычно свой. Главное, что отслеживание данного параметра помогает нам настроить инструментарий, оценивать возможности по обнаружению, ну и при необходимости принять решение об большем охвате тех систем, которые позволяют нам давать данные для детекта того или иного инцидента или события безопасности. Вторая метрика Time to Trash, то есть как бы время на приоритизацию. Цель ее тоже минимизировать. То есть чем быстрее мы смогли классифицировать и приоритизировать инцидент, тем быстрее мы начнем на него реагировать. Если это атака на рабочую станцию операционистки, ну может быть она и не столь критична. Если это атака, ДОС-атака на сайт организации, а сайт это витрина, ну это тоже не столь критично. А если это атака на интернет-магазин, да еще в предновогодние праздники, понятно, что ущерб будет значительным. То есть в зависимости от контекста, в рамках которого происходит инцидент, у меня приоритизация будет меняться. Это тоже очень важный момент, который далеко не всегда реализуется в соках, когда есть некая стандартная, абсолютная шкала приоритизации инцидентов, которая не учитывает контекста, в котором этот инцидент произошел. И чем, соответственно, выше этот параметр, тем, соответственно, неэффективнее у нас работают либо аналитики, которые занимаются приоритизацией, там на L1, либо те же самые инструменты, которые берут на себя функцию классификации приоритизации инцидентов. Третий параметр это time to contain, это, опять же, время на реагирование, цель его минимизации. Опять же, как и в предыдущих двух случаях, мы можем оценивать общее время обнаружения приоритизации реагирования, так и время по конкретным типам инцидентов, по их критичности. Для того, чтобы, опять же, понимать, что мы можем лучше всего детектировать, а что мы детектируем не очень хорошо, и инвестировать, соответственно, в развитие сока по более слабым направлениям, которые у нас зафиксированы. Почему говорится о медиане? То есть это очень важный момент, я думаю, многие из вас помнят, как минимум, из курса школьной математики, а, наверное, кто учился и в институтах из курса институтской математики, что у нас средняя бывает разная. Бывает средняя арифметическая, а бывает медиана. И это совершенно разные показатели. Вот здесь показано 10 типов инцидентов, у которых time to detect от 40 с лишним, там от 42 часов до 6 минут. И понятно, что средняя арифметическая здесь будет 8 часов, ну с небольшим. Если мы эти 10 сложим и поделим, вот, а медиана будет 2 часа, то есть 4-кратный разрыв. И это может работать как в плюс, когда мы оцениваем медиану, так и в минус, разумеется. Там, если вы посмотрите на этот параметр с точки зрения инцидента, стоимости инцидента, то обратите внимание на отчеты многих внешних компаний, которые публикуют отчеты по инцидентам, о том, что вот, средняя сумма по инциденту составляет 3 миллиона долларов. Но если вы посмотрите, что такое средняя, вы на самом деле увидите, что многие считают среднее арифметическое, что на самом деле в корне неверно. У вас может быть, грубо говоря, 99 инцидентов по нулю и 1 на 100 миллионов. И средняя арифметическая у вас будет 1 миллион. В то время как медиана будет равна нулю. Потому что вот этот один инцидент на 100 миллионов, он является исключением из общей картины. И львиная доля всех инцидентов к ущербу не приводит. Поэтому здесь очень важно понимать, что вы считаете, медиану или средняя арифметическая. И, собственно, при общении с той целевой аудиторией, которой будут представляться эти результаты, вы должны будете уточнять, собственно, медиана это или среднее арифметическое значение. То же самое касается, почему не только общее число. По общему количеству инцидентов мы должны измерять медиану или среднее арифметическое. Вот здесь показан график. Это из нашей службы безопасности. С цисковской. Время по параметру time to detect, time to try and time to contain. То есть как бы по трем основным метрикам. Причем, обратите внимание, это график распределения, в течение какого времени закрываются инциденты. Есть там до часа, часа до двух, от двух до четырех, четыре восемь и так далее. То есть для detect в основном большая часть инцидентов в рамках нашей инфраструктуры это порядка двух-четырех часов на detect. Никакая ни минута, ни пятнадцать минут. Вот. А для реагирования это несколько суток. То есть это вот реальные цифры из реального сока реальной компании. То есть не красивые маркетинговые картинки, а то, что реально происходит. Поэтому, опять же, не верьте, когда вам говорят, когда внешне аутсорсинговые провайдеры начинают предлагать услуги, что у вас будут детектировать инциденты за пятнадцать минут. Такого не бывает. То есть как бы всегда картинка немного отличается от рекламных материалов. Это не то, чтобы хорошо или плохо, это просто реальность, которую вы должны осознавать. Что за пятнадцать минут задетектировать инциденты, уж тем более среагировать невозможно. То есть вы для себя это тоже возможно будете строить, если вы собственный срок строите, либо вы будете просить у вашего провайдера предоставлять вот эту, вот эти как бы графики, а не общую усредненную цифру. Потому что именно эти графики показывают реальные временные затраты на работу с теми или иными инцидентами. Еще здесь можно привязываться к типам инцидентов, потому что там какой-нибудь скан детектируется быстро, там за секунды, а какой-нибудь там целевая атака, она может не детектироваться месяцами. Но среднее арифметическое будет, может быть, даже пятнадцать минут. Но мы понимаем, что это совершенно разные инциденты, и скан меня не так волнует, как те же самые целевые атаки. Еще число инцидентов, обнаруженных с TI. Тоже очень интересная метрика, она используется многими зарубежными соками, она показывает, насколько эффективен либо источник фидов, либо поставщик фидов, в зависимости от того, пользуетесь ли вы коммерческим источником, либо источником бесплатным, который генерирует огромное количество, в том числе и мусора. И вот, собственно, по этой метрике вы можете оценивать, насколько эти данные вам полезны, надо ли с ними вообще работать. Или проще исключить этот источник из своего сока и переключиться на что-то более эффективное, или, по крайней мере, тот источник фидов, у которого этот показатель выше, может быть, гораздо выше, чем у первоначального. Дальше число часов сохраненных автоматизаций. По каждому инциденту, по каждому средству автоматизации тоже это уже можно переводить даже в деньги. То есть, как вы экономите усилия специалистов, которые работают в вашем соке. То есть, занимаются ли они преимущественно ручной работой, либо вы можете их заменить неким инструментарием. Я не говорю, что это значит, что все аналитики сок скоро останутся без работы. Безусловно, нет. Но с L1, таким образом, можно достаточно спокойно уводить аналитиков, переобучать их и переводить на вторую и третью линию, если у вас взята вертикальная иерархия внутри вашего сока. Вот у нас внутри нашего сока, у нас нет L1 в классическом понимании, у нас иерархия горизонтальная. То есть, у нас есть люди, которые выполняют свои задачи. Это примерно одна и та же линия, но вот в классическом понимании L1 у нас просто нет. У нас все автоматизировано. Вот, ну, сок строится 19 лет, поэтому, как бы, можно уже за это время было автоматизировать многие вещи, что, собственно, мы внутри себя и сделали. Дальше, процент инцидентов, переданных аналитикам L2. Вот, как всего, так и на аналитика. Цель этой метрики минимизация, то есть, основная задача не загружать аналитиков L2. То есть, как бы, чтобы многие вещи можно было решать на базовом уровне с помощью средств автоматизации, которые сами, собственно, классифицируют, приоритизируют инцидент, создают соответствующие правила по установленным плейбукам, в том числе и автоматизированным плейбукам. И дальше раздают соответствующие команды на реагирование средством защиты. Это вообще идеальная картина мира, которая понятно, что в реальности существует далеко не всегда, ну или, по крайней мере, не по всем инцидентам. Но это то, к чему так или иначе надо стремиться исключать человеческий фактор, который, собственно, является самым слабым звеном в соке из процесса реагирования на инциденты. Пока, как мы сегодня на пленарке обсудили, это сделать целиком невозможно, но это то направление, в котором развиваются многие соки или пытаются развиваться многие соки. Вот дальше точность эскалации. Понятно, что я могу поставить некую метрику, согласно которой у меня большинство инцидентов будет уходить на второй уровень или создавать фейковые инциденты. То есть я его открыл, я его сразу закрыл, все, у меня метрика выполняется. У меня может быть огромное количество закрытых инцидентов, но большинство из них являются фейковыми, которые работают на аналитика, но не на эффективность самого сока. Это достаточно популярная практика, и одна из тенденций, которая за три года отмечается, это уход от этих метрик и разработка чего-то более комплексного, чем обычная метрика количества тикетов в пересчете на одного аналитика. И вот здесь точность эскалации, это очень хорошая метрика, она позволяет нам понять, собственно, а насколько правильно мы эскалировали. Не просто сколько мы инцидентов эскалировали наверх, а насколько правильно было туда их эскалировать. Для того, чтобы опять же понять, насколько эффективны у нас выстроены процессы взаимодействия между линиями, если у нас принята вертикальная иерархия. Дальше число фалсов, но это классика, эта метрика существует не только у сока, но и практически у любого средства информационной безопасности. Число открытых инцидентов первого уровня. Это такая метрика, которая показывает, насколько у нас критичная ситуация с точки зрения инцидентов. То есть, насколько у нас большое количество проблем, действительно имеющих катастрофический уровень для компании. Чем, соответственно, больше, тем хуже у нас цель минимизация этого показателя. И вот его можно стараться довести до нуля или, по крайней мере, ставить себе цель, свести его к нулю. И если у меня динамика отрицательная, значит, задачу сок по этому показателю выполняет, выполняет неплохо. Ну вот, как я уже говорил, по опросу, который проводился в преддверии сокфорума, часть соков ответила на то, какие метрики они применяют у себя. Но вот обратите внимание, в основном это те метрики, которые я уже называл. Это либо временные метрики, либо проценты, ну, либо число тех или иных инцидентов от общего числа, от того или иного типа, критичности и так далее. Там есть некоторые метрики, которые, ну, у меня вызывают вопросы, потому что непонятно, как она оцифровывается. Например, отсутствие претензий от службы реагирования. То есть, если служба реагирования является частью сока, то вот эта метрика такая непонятная, вот при беглом взгляде на нее надо разобраться, что она означает. Наверняка в нее вкладывается какой-то смысл в конкретной организации, и там эта метрика вполне себе очевидна, и в этом, наверное, как бы тоже одно отличие. Одно из отличий измерения ИБ нет универсального набора метрик. У каждого свои метрики, которые отвечают на те вопросы, которые стоят перед организацией. Вот, что мы здесь еще видим из метрик, которые применяют российские соки. Но, опять же, среднее время, количество обработанных инцидентов, time to detect, time to contain, ну, то, что я уже описывал. Вот пример дашборда, отчета, который затем это сводит воедино. Понятно, что мне не нужны просто набор неких цифр, мне их надо каким-то образом представить. И визуализация – это тоже одна из больших проблем. Вот это делается вручную, это отчет нашей службы безопасности в сторону руководителя нашего сока. То есть, это не на топ-менеджмент, это внутренний отчет еженедельный, который готовится для руководителя нашего сока. И он ориентирован именно на вот эти показатели time to detect, time to contain, time to try, по типам инцидентов, по различным категориям. То есть, он понятен такой внутренний между собой. И в этом случае этот отчет решает свою задачу на 5 баллов. Мы его на протяжении последних лет практически не меняли. Его можно попробовать построить на базе CIEMA, но обычно мы из CIEMA просто выгружаем данные, которые затем просто позволяют загрузить их через API в отдельную утилитку, которая формирует такого рода отчет и отсылает, соответственно, руководителю сок. Как я покажу дальше, это тоже одна из проблем. Львиная доля компаний, почти 50% и в мире, и в России для визуализации метрик используют CIEMA, но при этом все признают, что CIEMA им недостаточно, он их не устраивает как средство для визуализации и используются, стараются или ищут инструменты, которые позволяют по-другому подойти к процессу визуализации метрик, хотя это и требует определенного программирования и интеграции своего CIEMA или IRP платформы с каким-то внешним инструментом, типа там Tableau или какая-нибудь Kibana или вообще самописанные инструменты, которые используют некоторые соки. Но понятно, что сок это не только технологический стек, есть и ряд других вещей. Как правильно сказала Яна, в зависимости от того, какая цель у нас стоит перед соком, у нас будут действительно разные задачи. Например, если мы сок строим для того, чтобы выполнить требования ФСЗ-187, у нас основная метрика будет вообще не про эффективность, а про то, сколько, каких инцидентов мы отправили в НКЦКИ и насколько мы не превысили, не нарушили срок в 24 часа для незначимых объектов или 3 часа для значимых объектов КИИ, собственно, то, что прописано в нормативных документах либо ФСБ, либо в нормативных документах ЦБ при отправке данных Финцерк. То есть, как бы совершенно другие метрики, имеющие отношение к комплайенсу, чем к технологиям как таковым. На это тоже стоит обращать внимание. Несмотря на то, что очень часто говорят, что не надо заниматься безопасностью ради комплайенса, мы понимаем, что в России это одна из основных тем, один из основных драйверов, почему мы занимаемся безопасностью, почему нам дают деньги на безопасность. И понятно, что мы не можем обойти ее, в том числе и с точки зрения СОКа, насколько мы соответствуем требованиям комплайенса по данной теме. Вот как считают еще, как бы помимо тех метрик, которые взяты из запроса, который будет опубликован в ближайшее время. Но вот в этом году Экзобим опубликовал интересный отчет по СОКам. Они разошлись с САНСом примерно в 2-3 недели по своим отчетам. Частично они пересекаются, но они сделали еще интересное наблюдение. Наверное, оно в России не бьется от слова «вообще». Но вот по мнению как бы Экзобима для американских в первую очередь и во вторую для других стран СОКов одна из метрик, особенно для небольших организаций, это длительность простоя и потерь для бизнеса. То есть, казалось бы, считать это бывает очень непросто, но это то, на что нацеливаются небольшие СОКи небольших организаций. Для крупных организаций тоже произошел некий сдвиг по сравнению даже с предыдущим годом, не говоря уже там год 2016-2017. Это в сторону, опять же, оценки времени простоя, потому что время простое от инцидента, от того же шифровальщика, от дидоса, от чего-то иного, что привело к падению какого-то сегмента либо сервера, это деньги. То есть, это то, о чем можно говорить уже с бизнесом. Бизнес прекрасно понимает понятие «простой», поэтому ему сложно говорить об инцидентах, он этого не поймет, а вот говорить о «простой» от инцидентов уже гораздо проще обосновать эффективность свою именно в контексте разговора с топ-менеджментом. Вот, на что еще можно обратить внимание? Ну, есть СОКи, которые считают число пострадавших активов и устройств, исходя из чего они также оценивают, насколько они эффективны, ну и в зависимости от процентовки попадание в ту или иную зону говорит о том, что да, с инцидентом справились хорошо, неплохо или совсем фигово, когда там более 50% сети накрыло тем или иным там шифровальщиком либо какой-то иной вредоносной программой. Финансовая стоимость инцидента, но не с точки зрения потерь для бизнеса, а с точки зрения затрат на реагирование на восстановление после инцидента достаточно легко декомпозируется. У меня есть время простоя, у меня есть время восстановления информации, у меня есть зарплата специалистов, которые простаивают, у меня есть зарплата специалистов, которые реагируют. Я это умножаю на время и получаю, собственно, стоимость этого инцидента. Плюсую сюда судебные издержки, штрафы, плюсую сюда взаимодействие со СМИ, взаимодействие с клиентами, с партнерами, и вот у меня уже финансовая стоимость одного инцидента, который я могу экстраполировать на все инциденты, которые у меня есть, и примерно прикинуть стоимость потери от инцидентов для компаний. Именно потери от инцидента, не потери для бизнеса, а именно с точки зрения затрат на реагирование. Дальше, достаточно очевидная метрика, ее тоже часто используют, число инцидентов, произошедших по причине известных уязвимостей, и если такое число есть, и оно не снижается, возникает вопрос, в частности, почему у нас уязвимости есть, но мы их не патчем, или почему у нас не налажен контакт с айтишниками, на которых возложена функция патч-менеджмент, а то бывает в регламентах сока написано, мы должны среагировать на сообщения об инциденте в течение суток и установить патч, но под словом «остановить патч» означает, что отправляется notification в IT-службу. А у IT-службы регламент устанавливает патчи для некритичных систем раз в 3 месяца, раз в 90 дней, а для критичных систем раз в месяц. И понятно, что они не будут реагировать каждый день на сообщения о том, что в течение суток вы должны срочно поставить патчи. Соответственно, патчи не ставятся, в итоге инцидент повторный, накрывает опять систему из-за того, что у нее не устранили известную уязвимость. То есть это проблема сока, это не проблема безопасности, это не проблема хакеров, это проблема сока, который не смог наладить контакт с своим IT-подразделением. То есть такая очень неплохая метрика, показывающая именно взаимодействие с подразделениями внутри. Число инцидентов закрытых за одну смену. Тоже метрика, хотя я не понимаю, зачем она нужна, но есть соки, которые пытаются стремиться закрыть инцидент за одну смену, чтобы не заморачиваться с передачей инцидента от смены к смене, потому что это тоже определенная головная боль, особенно если процессы передачи и перехода от смены к смене, нет перехлестов и так далее, не прописаны. Ну и такая новомодная тема, она появилась только относительно в этом году, это привязка к метр-атак, то есть к базе техник, процедур и тактик, которые используют хакеры. В зависимости от того, на какой стадии киллчейна мы можем обнаруживать и реагировать на атаки или инциденты, сок может оценивать, насколько у него хорошо развиты технологии детекта, технологии превеншена или технологии реагирования. То есть тоже достаточно интересный показатель, но он пока еще не устоялся. Вот метрика соотношения понесенных и предотвращенных потерь, она в отчетах и санкса и экзабима находится на самом последнем месте. То есть про нее говорят, собственно, авторы отчетов, что она одна из самых редких, не потому что она сложно считается и бешниками, она сложно считается самим бизнесом. Но в тех случаях, особенно в финансовых организациях, когда мы можем посчитать и предотвращенные, и понесенные от инцидента потери, мы можем эту метрику взять на флаг и, собственно, с ней достаточно неплохо работать. Но вот у нас в одном из проектов по аудиту сок возникла очень интересная метрика по стоимости украденного аккаунта клиентов в Даркнете. Это для финансовой организации, которая была очень сильно озабочена тем, что ее данные оказывались регулярно в Даркнете. И это дело было не в одиночных пробивах, которые есть и будут, наверное, будут всегда, а именно какие-то более-менее массовые утечки по несколько тысяч, десятков тысяч записей, которые происходили. Ну и, соответственно, стоимость такого рода записей была очень невелика. Поэтому у финансовой организации стала одна из задач с точки зрения безопасности сделать так, чтобы в Даркнете стоимость этих записей существенно возросла. То есть организация понимала, что все равно найдутся те, кто будут продавать эти данные за счет пробива заказного, но чтобы стоимость этих данных была очень высокой. И, собственно, вот мерило всего сока во финансовой организации взяли одну метрику стоимость украденного аккаунта клиентов в Даркнете и ее измеряли. Понятно, что никакой CEM вам ее не измерит. То есть это комбинация параметров, которые дает CEM, дополненная внешней аналитикой от компаний, которые занимаются бренд-мониторингом, в том числе мониторингом Даркнета. То есть здесь такая специфическая ситуация, но ее тоже можно измерять и использовать как метрику для всей деятельности сока, но вот в данной конкретной организации, в тех условиях, которые у этой организации были. Ну и подходя к заключению, несколько еще интересных цифр, в частности, с помощью чего анализируются данные и оценивается эффективная сока. Ну вот мы видим, что как в России, так и в США и во всем мире на первом месте до CEM. Это очевидно. CEM во многом устаревшая технология, но во многих случаях другого инструмента нет. Потому что на него выделили деньги или он использовал с какой-нибудь там эластик у айтишников или с планку айтишников, ну почему его не задействовать и для цели сока. Да, взяли, задействовали и на нем же стали измерять эффективность. Но понятно, что это далеко не всегда эффективно. И те же самые клиенты соков, владеющие соками, заявляют, что да, CEM это, конечно, неплохо, но нас не устраивает. Тот инструментарий, который он дает для оценки эффективности и, самое главное, последующей визуализации для нужной целевой аудитории. Вот про уход от фейковых метрик я уже сказал. Это одна из тенденций. Она очень непростая с точки зрения ее формализации, потому что в каждой конкретной организации вот такого рода фейковые метрики, они свои. Там одна из очевидных это количество тикетов на аналитика, вот, или время разруливания инцидента. Вот, но есть и более сложные варианты, которые в каждом случае выявляются в рамках аудита. То есть, потому что аналитики сок тоже люди не глупые, даже если они работают на L1. То есть они прекрасно понимают, как их оценивают, начинают подстраивать свою работу под то, чтобы метрики работали в их благо и, соответственно, на их карман, на их бонус. Поэтому одна из задач сок-менеджера, в том числе устраивать quality assurance, контроль качества для своего сока и для процессов, и в том числе для метрик, которые используются для оценки работы аналитиков. Как отслеживаются, рапортуются? Ну вот здесь тоже Россия не сильно отличается от всего мира. Хотя у нас отличие идет в абсолютных цифрах. Там у нас десятки соков, а на западе соков там сотни и тысячи. Вот, но соотношение относительное между нами и всем миром оно, видите, не очень большое. То есть, да, у нас на первом месте находится частичная автоматизация. То есть, что-то нам дает Сием, а дальше мы это выгружаем в нечто внешнее и дописываем ручками. Компании, которые действительно абсолютно целиком и полностью автоматизировали оценку эффективности, их там одна десятая как в России, так и на западе. И здесь, конечно же, тоже возникает вопрос, что подразумевается под полной автоматизацией, какие метрики измеряются. То есть, такой сложный показатель. Но вот то, что это соотносит в России со всем миром, ну, наверное, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении или, по крайней мере, не сильно выделяемся на фоне всего мира. А зрелость сока сегодня мало кто оценивает. Вот то, что три года назад преподносилось как некий такой драйв, который позволяет сравнивать себя между соками. То есть, там кто-то меряется, у кого длиннее портфолио продуктов и технологий, используемых в соке, у кого-то короче время реагирования, а кто-то вот по соответствующей модели зрелости. Тем более, что таких моделей зрелости сегодня существует уже пять. Есть публичные модели зрелости с соответствующими экселевскими табличками, по которым можно себя оценить. Есть закрытые модели зрелости, там у разных компаний, по которым они идут. Вот здесь показана модель зрелости Гартнера для оценки сока по различным срезам. Но вывод, как бы, независим от используемой модели, ее мало кто применяет. Только, возможно, для себя. Внутри себя попробовать оценить, насколько мы движемся вперед по сравнению с предыдущими этапами, но только для зрелых соков, у которых длинная история. То есть вот у нас сок 19 лет существует, мы и то, мы себя не измеряем в соответствии с этой моделью, но потому что не нужно. Мы и так прекрасно сознаем свои преимущества, свои недостатки. Нам не надо ни с кем мериться или хвалиться. Поэтому вот эта тема, она очень красиво звучит в презентациях, зрелый у вас сок, незрелый, но в реальности практически не применяется. Ну и в заключении, собственно, как правильно. Вот понятно, что ответ на этот вопрос, наверное, должен был быть лежать в основе всей презентации, но изначально у меня презентация была посвящена обзору тенденций за прошедшие три года. Поэтому, как правильно, я отвечу коротко. Первое, поймите, зачем вам сок? Ради комплаенса, ради моды. Сегодня не раз упоминали, что сок это хайп. И действительно, если вы строите сок ради хайпа, измерять эффективность его достаточно сложно. Хайп неизмерим. Ну, практически неизмерим. Вот, в понятных метриках. Либо вы делаете сок для бизнеса, для решения бизнес-задач. Там, снижение потерь, снижение времени реагирования, снижение времени простоев и так далее, и так далее. Вот в зависимости от цели, на которую вам дали деньги, вы, собственно, и будете измерять свою эффективность. Вот это ключевой момент. Не на основе тех метрик, которые есть у Санса, у Экзабима, у ЦИСКа, в тех презентациях, которые сегодня звучали, а на основе тех целей, которые есть у вас. И эти метрики могут показаться кому-то смешными, но если они устраивают вас и устраивают тех, кто вам дал денег на сок, значит, эта метрика правильная в вашей организации. То есть, вот ключевой момент. Не ждите и не ищите универсальных метрик по сокам и вообще по безопасности. То есть, в каждой организации эти метрики свои. Более того, они с течением времени будут меняться. Такой ключевой вывод, на который я вам советую обратить внимание с точки зрения оценки эффективности ваших соков. Вот, но это, в принципе, все, что мне хотелось сказать по обзору того, что произошло за три года. Сейчас у нас есть еще пять минут в рамках нашей программы, если у вас есть вопросы ко всем трем докладчикам. Вот, если вопросов нет, то я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.